Всем привет! Меня зовут Лёша Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь и рассказывайте о нём своим друзьям и знакомым. Продолжаем разбираться в XCOM Enemy Unknown. Ну, на этот раз, в принципе, такая финальная, пожалуй, серия. Буду говорить о стратегическом режиме, о базе и вообще обо всём остальном, о чём я не рассказывал в предыдущих видео. Всё. Если вы не воюете с инопланетянами, если у вас не происходит бой, то вы, значит, на стратегическом экране, на экране базы, в которой вы строите какие-нибудь постройки, исследования, исследуете, извините за тавтологию, нанимаете инженеров, строите спутники и тому подобное. Вот, теперь давайте разбираться, что же здесь нужно в первую очередь строить, что в последнюю и так далее. К сожалению, вот самый главный экран, вот, по которому я сейчас, собственно, лажу и смотрю, что тут есть, не очень удобен. Вот они красиво всё нарисовали в Фераксис, все эти здания, но он малоинформативен, и его даже нельзя сделать более мелким, чтобы рассмотреть всю базу. Поэтому мы переходим в экран постройки, где вся база как на ладони, и видно, что у меня уже построено, что... Ну, на этом экране я вам, собственно, могу удобно и рассказывать. Значит, давайте разбираться с базой. Первым делом, пожалуй, самое важное в этой игре — это спутники. Даже я должен их вам показывать, пожалуй, не на этом экране, а в оперативном штабе. То есть у вас изначально, когда вы начинаете игру, всего одна база. Кстати, выбор базы, я думаю, вы уже в курсе, влияет на определённые бонусы, которые вам будут даваться. То есть вы можете в пяти местах построить базу — в Европе, в Северной Америке, Южной Америке, Африке или Азии. Если строите в Северной Америке, то стоимость оружия и ваших военных кораблей будет на 50% меньше стоить и меньше содержания будет, соответственно. Если в Азии, то стоимость проектов в лицейном цеху будет на 50% меньше и тренировка ваших солдат будет дешевле. В Африке на 30% больше вам будут давать в конце месяца. В Европе научные лаборатории и инженерные, как они там называются, инженерные мастерские будут на 50% стоить меньше и настолько же меньше содержания их будет. В Южной Америке все вскрытия и допросы пришельцев будут производиться мгновенно, а не какое-то время. Ну, сами решайте, что вам более важно для вашего стиля игры. На самом деле эти бонусы не настолько уж сильны, что как-то влияют сильно на игру. Я выбрал, например, Европу изначально, потому что я просто люблю через науку играть практически во всех играх. Ну и плюс к тому европейские страны изначально много денег дают. Поэтому вы изначально Европу, получается, покрываете спутником наблюдения, и у вас меньше страны в Европе будут отваливаться от вашего проекта. А вообще же, вот как видите, чтобы все остальные страны защитить, вам их надо покрывать спутниками. У меня, ну вообще я загрузил сейчас последний сейв перед финальной битвой. То есть это вот, считайте, на конец игры такая у меня картина была. Как видите, у меня раз, два, три, четыре, пять стран успели выйти из проекта. Причем Россию не удержал, уж извините. Ну а на остальные успел я вывести спутники. Причем, я думаю, вы помните, что если покрыть спутниками весь континент, то вот тот бонус, который я вам перечислял за постройку базы, вы получите. То есть надо весь континент покрыть спутниками, и тогда получаете вы этот бонус, который вы бы получили при постройке базы на этом континенте. У меня, к сожалению, это получилось только в отношении Южной Америки, просто потому что там всего лишь три страны надо было, видите, Мексику, Аргентину и Бразилию, и ни одна из них не успела выйти из проекта. Нет, вру, две страны, Аргентину и Бразилию даже, всего две страны, Мексика это же Северная Америка. Ну и вот, так что я быстро успел их покрыть и получил бонус. В общем, спутники это главное, на что вы должны в первую очередь нацелиться. Запуск спутников это первая ваша цель. Их надо запустить как можно больше, чем раньше, тем лучше. Они снижают панику в странах, над которыми они находятся, они засекают инопланетян, в общем, много проблем решается. Потому что изначально у вас всего одна база и один радар для обнаружения летающих тарелок. Это нужно компенсировать. Надо покрывать землю спутниками, отслеживающих неприятеля. Потом за каждого спутника вам в конце месяца страна, над которой этот спутник есть, дает бабло. Поэтому, видимо, лучше базу основывать там, на том континенте, где больше всего спутников и надо. То есть, в данном случае, видите, Европа. Ведь на Южной Америке зачем там ставить базу, если всего еще один спутник потребуется для получения этого бонуса. То есть, там всего два спутника надо поставить. Нефиг там базу строить. В этот бонус, видите, как я, получите очень быстро. Далее. Мастерские намного важнее, чем лаборатории. Так, в оригинальной игре такого не было. И здесь я этого не ожидал на самом деле. Поэтому вначале я строил больше лабораторий. Дело в том, что, чтобы вы там не исследовали, с любым количеством ученых вы это в итоге исследуете. А вот для строительства много чего требуется определенное количество инженеров. Но, как вы понимаете, мастерские как раз и дают инженеров. Поэтому количество инженеров намного, намного важнее, чем количество ученых. У каждого проекта есть требования к минимальному количеству инженеров, которые необходимы для его строительства или для его производства. Я вот не помню, для брони там определенное количество. Ну, я вам рассказывал это в предыдущих видео, собственно. А у ученых, да блин, даже один ученый, собственно, может все исследовать. Дольше будет, но он может это все исследовать. Так что, если у вас выбор есть между инженерами и учеными, смело отказывайтесь от ученых. Обязательно берите инженеров. Также то же самое касается лабораторий. Видите, я построил две дополнительные лаборатории. Нафига я это сделал, непонятно. Ну, я как бы первый раз играл, поэтому и не знал всех этих нюансов. Я вам советую лаборатории просто уже не строить. Количество лабораторий не влияет на количество ученых в них. То есть, считается, что даже в одну лабораторию все ученые влезают, извините. Нафиг лаборатории, не стройте. Если у вас есть лишние деньги, стройте мастерские. Дальше, по строительству баз. Для работы вашей базы вам всегда нужна будет энергия. Ну, для какой-то определенной постройки и определенное количество энергии. Энергия дается от генераторов. Больше всего энергии дается от инопланетного генератора. Как он называется? Сейчас я гляну. Элириевый генератор. Но на самом деле, элириевый генератор стоит так дорого и требует столько количества инопланетных всяких штук, что их никто не строит. Потому что термогенератор... Вы смотрите, элириевый генератор дает 30 единиц энергии. А термогенератор, который стоит намного дешевле и не требует больше никаких инопланетных сплавов или металлов, дает 20 единиц энергии. Но проблема в том, что термогенераторы можно строить только на местах выхода пара. Вот видите, у меня тут раз, два, три... Ну, мне эти три термогенератора хватило для того, чтобы поддерживать всю мою базу. А вот эти пустые места, раз, два, три, и вот на месте камеры Голлопа, или Голлопа, тоже... У меня стояли до этого раньше обычные электростанции. Они называются... Да, электростанции. Они дешево стоят, но дают всего 6 единиц энергии. Так что вначале вы будете ими пользоваться, а потом можно со спокойной душой их стирать. Потому что один термогенератор дает, по-моему, энергии больше, чем 3 электростанции. Я даже знаю, что некоторые люди, когда начинают игру, вот место расположения выхода в пара в начале игры задается случайным образом. Так вот, они смотрят, где эти выходы пара, и если они далеко от начальной позиции, то есть вот далеко от лифтов и на нижних этажах находятся, то они заново начинают игру. То есть, тем важен вот этот выход пара, чтобы был как можно ближе, тогда и модули спутниковой связи можно быстрее строить. А вы же понимаете, что нам модули спутниковой связи самая важная постройка, чтобы как можно быстрее запустить спутники и накрыть как можно больше территорий нашими спутниками. Напомню также, что при строительстве рядом одинаковых построек, это касается модулев спутников связи, электростанций, лабораторий, мастерских, дается дополнительный бонус. Например, модуль спутниковой связи позволяет запускать только два спутника, но если вы рядом строите с другим модулем спутниковой связи, то на один спутник больше вы сможете запускать. Таким образом, вот если бы я эти модули строил в разных местах, я бы запустил раз, два, три, четыре, умножаем на два, восемь спутников. Но так как я их рядом построил, то восемь и плюс раз, два, три, одиннадцать спутников я смог запустить. Самое лучшее расположение это квадратом. То есть, я вот так строил, потому что, ну, я заранее не продумал расположение в моей базе. Ну, вы сами понимаете, я первый раз играл, ничего еще не знал. Но самое лучшее расположение это квадратом. То есть, вот здесь модуль, здесь модуль, потом здесь и здесь. Таким образом, я мог запустить не одиннадцать, а двенадцать спутников. То же самое касается и энергостанций, и мастерских. Ну, термогенераторы вы, конечно, не сможете так квадратом построить, потому что вряд ли у вас будут выходы пара квадратиком расположены. А вот мастерские вполне можно. Вот обратите внимание, я думал, что литейный цех, раз он относится к всяким постройкам и производству оружия и так далее, то он сможет добавить бонуса вот к мастерским. Поэтому я вот тут построил. А оказалось, что нет, нифига. Так что можете литейный цех строить в стороне. Вот мастерские можно было тоже там квадратиком составить. Это, кстати, по поводу мастерских очень важно, потому что вы сможете сэкономить много инопланетных сплавов, что вам поможет в дальнейшем в игре, потому что всегда будет их нехватка. Так, давайте теперь отвлечемся к солдатам временно. Школа офицеров. Чем быстрее вы ее тоже построите, тем лучше. Потому что в ней очень важное улучшение, а именно размер отряда. Вначале у вас всего 4 человека в отряде. Потом, когда первый ваш солдат станет сержантом, вы сможете купить размер отряда 1, то есть до 5 увеличить. А следующее, когда один из ваших солдатов станет майором, тогда и размер отряда 2. И вы достигнете максимального размера отряда в 6 бойцов. Это те улучшения в школе офицеров, которые обязательно должны быть куплены. Также настоятельно рекомендую как можно быстрее железную волю купить. Тогда воля ваших бойцов будет увеличиваться намного быстрее и намного больше, чем без этого улучшения. А это важно, когда вы дойдете до командиров, сектоидов, до эфериалов, которые будут брать под контроль. Ну и, соответственно, больше ваших бойцов потом смогут стать псиониками. Также очень важно не продолжать, ну, лучше так сказать, нанимать побольше новобранцев. Вот у меня к концу игры, давайте посмотрим, у меня было 13 бойцов, то есть как минимум 2 полных отряда и один еще запасной. У вас обязательно будут ранены, вы постоянно будете возвращаться домой с потерями, если, конечно, вы уже не настолько в сейфлоуд играете. Поэтому комплектование отряда из всего там 6 или 8 человек будет очень затруднено. Вот 13, 14, даже 15, пожалуй, бойцов в вашем отряде – это то самое количество, которое и надо. И понятно, что отправляясь в очередной бой, желательно брать часть ветеранов и часть новичков, чтобы они прокачивались. Никогда не берите самых-самых лучших всегда, ну, конечно, кроме самой последней битвы, там уже дальше просто ничего не будет. У меня на последнюю битву летел отряд полностью из полковников, то есть полностью прокаченных бойцов. А так берите новичков, чтобы они прокачивались, чтобы у вас был выбор в дальнейшем. 13-15 бойцов в наличии у вас – это то, что надо. Да, кстати, обращу внимание, что вы когда прилетаете на бой, то около одного из ваших бойцов рядом со значком будет звездочка стоять. Обычно она дается, естественно, самому высокому по званию бойцу. Это означает, что он командир отряда. И она влияет на панику среди ваших бойцов, если командира отряда убьют. То есть, если командира отряда убьют, 100% у некоторых из ваших бойцов будет паника. На убийство же не командира отряда, они так нервозно не реагируют. Теперь вот вопрос мне задавали в комментариях и на форумах часто задают. Что важнее исследовать – оружие или броню? Точнее, не исследовать, а что важнее строить, потому что производить. Потому что на это тратятся инопланетные материалы и так далее. Вообще броня исследуется намного быстрее. Потому что в вооружении есть несколько классов, там, для тяжелых пехотинцев, для снайперов. Это все отдельно надо исследоваться. А броня, она, можно сказать, как бы одна-единственная, для всех подходящая. И, не помню, по-моему, 6 штук брони вообще за всю игру. Подходят доспехи для всех. А вооружение для каждого класса нужно свое. Ну и понятно, что если у вас ветераны прокаченные, то для них важнее броня. А если ваш отряд – новички, то для них важнее оружие. Потому что прокачиваются новички за счет убийства инопланетян. Так что к концу игры сосредотачивайтесь на броне. Ну, к концу игры имеется в виду где-то вторая половина. А в начале лучше исследовать как можно быстрее оружие. Более того, если у вас есть такой вариант, как можно быстрее проскочить лазерное оружие и сразу перейти к плазменному, то это вообще замечательно будет. То есть как можно быстрее исследуйте все лазерное оружие, быстрее плазменное. И это более выгодно по тактике для начальных бойцов, чем одевать их в самую крутую броню. Так, перейдем. Смотрим на карту. Ну, видите, вот последнее уже задание – штурм флагмана. Я его благополучно завершил, кстати. Все, победил. Я вам хочу сказать, что никогда не игнорируйте запросы на сбитие НЛО. Даже если у вас не очень крутые еще перехватчики, все равно отправляйте их. Далее, я еще забыл вам сказать по поводу производства всякой оружия и техники. Я вот в начале, когда у меня там появлялись новые какие-то открытия, например, комплект нано-брони, я ее сразу 6 штук зафигачил, типа, все, всем сразу одену. Вы же понимаете, что не для всех ваших бойцов все подходит. Например, вот комплект нано-брони я только тяжелым пехотинцем в итоге одевал, потому что у бойцов поддержки надо было на место комплекта нано-брони комплект аптечек поставить. У снайперов там цель была и так далее. Поэтому внимательно думайте, что для кого вы производите. Вам не надо 6 комплектов одной брони. То есть, например, у вас снайперы в комплекте от Архангела, штурмовики и поддержка в призрачной броне, например, тяжелые пехотинцы в титановой броне. То есть, вам не надо всех комплектов по 6 строить. Аккуратненько, только то количество, которое вам необходимо. Ну и не забывайте переодевать бойцов. Кстати, вы когда отправляете ваших бойцов на проверку их пси-способностей в пси-лабораторию, с них все их амбудирование не снимается. И вы на 10 дней лишитесь очень полезных оружия, брони. Поэтому перед тем, как отправить в пси-лабораторию кого-то, обязательно снимите с него все и уже голеньким отправляйте его на проверку пси-способностей. Когда вы откроете инопланетную базу, то не спешите ее уж быстро захватывать, потому что, когда вы ее уничтожите, паника вообще во всех странах уменьшится на 2. Так что имеет смысл лететь ее захватывать, когда в очень многих странах высокая паника, и таким образом вы получите максимальную отдачу от захвата инопланетной базы. Также я вам не рекомендую строить гиперволновой модуль до того, как у вас появятся более лучшие перехватчики. Потому что после постройки гиперволнового модуля вы начнете засекать очень большие инопланетные тарелки, блюдца, а ваши непродвинутые перехватчики не смогут их сбить, и вы будете нести потери. А раз вы не сбиваете тарелку, то паника над той страной, где вы ее не сбили, увеличивается. То есть вы таким образом сами себе проблемы устроите. Да, чтобы построить сооружение, здесь у вас могут быть невыкопаны котлованы, и вам надо будет еще отправлять туда бульдозеры, экскаваторы, чтобы выкопать котлованы. И стоимость такого выкапывания будет увеличиваться в два раза за каждый этаж. То есть на первом этаже будет стоить всего 10 долларов, на втором этаже 20 долларов, на третьем уже 40, и на последнем аж 80 долларов. Поэтому я вам не рекомендую заранее выкапывать, если вы не собираетесь тут что-то строить. Ну и чтобы дойти до нижних этажей, вам надо еще будут лифты построить. Так что рекомендую очень-очень заранее проектировать, можно даже на бумажке нарисовать, что где вы на своей базе собираетесь строить, чтобы не тратить лишние деньги на ненужные вам действия. Да, на базе есть некоторые постройки, которые вы удалите, ничего с ними как бы изменить не можете. Они находятся выше того пространства, где вы что-то строите. Ну это понятно, лаборатория, инженерный отдел, центр управления, ангар, казармы, оперативный штаб и мемориал. Кстати, я в мемориал что-то никогда и не заходил. Ну давайте-ка, во, мемориал, вот очки-то у меня пятеро погибло. Ну вот, то есть вы их не удалить, не продать, ничего с этими зданиями не сможете, но они вам, собственно, и не мешаются, потому что вот на экране постройки они как бы вот тут выше находятся. Ну и опять же внимательно следите за тем, что вы строите, потому что вы не сможете вернуть обратно деньги и сплавы или металлы, которые вы использовали для постройки, обратно. Видите, снести стоит 5 долларов и все. Вы получите только пустое место, ничего обратно вам не вернется. В общем, когда вот вы получаете запрос на то, чтобы разобраться с инопланетянами, и у вас три варианта, вот три страны, куда следует лететь, я вам рекомендую выбирать место по таким признакам. В первую очередь выбирайте ту страну, где выше всего, ну, точнее там, где паника уже красная, то есть максимальная. Пять красных полосок. Если таковых среди выбора нету, тогда выбирайте ту страну, где вам дадут в награду инженеров. Следующая по качеству награда в виде ученых. Потом награда в виде рекрута, причем желательно нужного вам класса в звании капитана или выше, потому что сержант вы и сами получите. Ну и последняя уже награда в виде денег. Кстати, я еще напомню по поводу школы офицеров. Вот вы когда там все купите, у вас появится желание ее снести. Вот этого не делайте, потому что иначе вы все улучшения потеряете. Еще немногие знают, что... Ну, немногие просто внимательно не обращали на это внимания, что солдаты, с которыми вы начинаете игру, у них на два пункта меньше базового здоровья, чем впоследствии нанятые новички. Вот обратите внимание в следующий раз. Да, наверное, еще стоит по поводу литейного цеха поговорить, что тут у нас есть. Тоже много хороших прибамбасов. Я рекомендую в первую очередь это экономию патронов изучать, потому что где-то во второй-третьей игры будет уже много пришельцев, и вы много будете стрелять, а тратить ход на перезарядку очень не хочется. Поэтому экономия патронов очень важна. Вы будете намного-намного реже перезаряжать ваше оружие. Кроме того, улучшенные аптечки рекомендую как можно быстрее исследовать. Потому что в два раза больше восстанавливающих здоровья – это круто. Я вот мне тоже в комментариях писали, типа, расскажи про ТБМП, про механизированные штуки. Вы знаете, я поиграл тут, я не снимал про это видео, видеосориал. Люди и на форумах пишут, и я сам это во время игры обратил внимание, они забагованы, к сожалению. Довольно много глюков, поэтому я вам пока не рекомендую особо ими пользоваться. Не, ну, конечно, может у кого-то и нормально работает, я не спорю. Но лучше механизированных бойцов не создавать, а пользоваться из плоти и крови. Так, ну, пожалуй, это всё. Последнее видео из объяснений по поводу развития бойцов, базы, инопланетян и так далее в игре XCOM Enemy Unknown. Я ещё планирую просто заснять онлайн-битву, показать, как там, что происходит. И, наверное, на этом курс видео по игре этой я завершу. Если вдруг я про что-то вам не рассказал, или вы ещё хотите что-то услышать, увидеть, то, конечно, пишите в комментариях. Я тогда постараюсь, если это действительно важно и стоит об этом делать видео. А так, на этом всё. Вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша играет. Играйте в интересные игры, и удачи вам!